Военно-информационный канал ДАДО-79 представляет Что объединяет премьер-министра Армении Никола Пашиньяна и министра обороны Республики Армении Давида Танаяна. То есть, помимо того, что один начальник, а другой подчиненный. Ответ тут очевиден. Страсть к позерству на камеру. 7 февраля делегация во главе с министром обороны Республики Армении Танаяном отбыла с рабочим визитом в Москву. В первопрестольный Танаян провел ряд встреч. Визит министра обороны Армении проходил на фоне радостных реляций в армянских СМИ относительно покупки Ереваном четырех истребителей Су-30СМ, которые, как хочется верить армянам, помогут якобы переломить военный баланс с Азербайджаном. Все в Армении ожидали, что на фоне этих разговоров Танаяна повезут в Иркутск, туда, где выпускаются Су-30СМ. Напомним, что корпорация Иркут в качестве головного исполнителя государственного оборонного заказа ведет серийный выпуск высокоманевренных многоцелевых истребителей Су-30СМ. Самолет разработан ОКБ Сухого и выпускается на Иркутском авиационном заводе филиале корпорации Иркут. Танаяна даже близко не подпустили к Иркутскому авиационному заводу. Вместо этого ему позволили полюбоваться макетом самолета. И, естественно, Танаян не удержался, и с глупой улыбкой на лице сфотографировался с макетом Су-30СМ. Фото попало в сеть и вызвало острую критику внутри Армении, где главу оборонного ведомства обвинили в клоунаде и позерстве. Вспомните, как в июне 2018 года Пашинян пиарился из кабины Су-30СМ. Правда, потом он все же вынужден был признать, что самолет принадлежит не вооруженным силам Армении, а российской военной базе. То есть ему просто позволили забраться в кабину истребителя, чтобы сделать селфи. Ну и что? Главное пиар и позерство. Остальное ничто. В этом деле как раз Танаян подстать своему шефу Пашиняну, что он так явно и продемонстрировал в Москве с макетом самолета. Спасибо за просмотр. Поставьте лайк, если вы не подписаны на наш канал, то подпишитесь.